Всем привет! Меня зовут Светлана. Я рада приветствовать вас на своем канале. И сегодня, дорогие мои друзья, мы поговорим с вами о таинстве крещения. Крещение наших маленьких деток. Что нужно сделать? Что можно сделать? Что нельзя делать при крещении? Об этих вопросах мы с вами поговорим. Ну и, конечно же, если у вас останутся вопросы, то сегодня вечером в 21.00 по Москве мы с вами встречаемся на стриме. Вы зададите мне вопросы, а я вам, конечно же, отвечу. Итак, крещение. Крещение – это чудесный праздник для всей семьи, для ребенка, для родственников, для крестных родителей. И, конечно же, хочется очень ответственно подойти к этому моменту, потому что он бывает один раз в жизни. Если день рождения мы отмечаем каждый год, то крещение – это великий праздник для всех нас, и мы должны все правильно сделать. Давайте начнем с того, как мы собираемся. Собираемся на крещение, и каких крестных мы должны найти для своего ребенка. Это, конечно, выбор. Всегда стоит выбор, кого взять в крестные родители. Первонаперво. Самое главное, смотрите, это не должна быть супружеская пара. Это должны быть абсолютно разные люди. Даже если у каждого из этих людей, будущих крестных, есть семья, но они не должны никакими неродственными связями не объединяться. Тем более, если это пара или супружеская чета, то есть есть между ними постель, этого делать нельзя. Это недопустимо. Или, допустим, люди встречаются и потом создают семью. Это тоже плохо, это нехорошо отразится для вашего ребенка. Это должны быть абсолютно разные люди. Потом еще важный момент. Знаете, вот есть такая пословица, что за кума, что под кумом не была. Да, вот так смеются, и вот начинаются разные любовные похождения непонятные. Так вот, запомните, если кума, если крестная мать переспит с отцом ребенка, то ребенок будет несчастен всю свою жизнь. То же самое, как и мать, если с крестным отцом переспит, это будет просто несчастье. Вы навлечете беды на своего ребенка. Дальше. Крестные выбираются таким образом желательно, чтобы они были из семьи. Ну, допустим, у матери ребенка есть там брат двоюродный, родной или какой-то, да, или дядя, тетя. Вот кто-то из родственников жены и кто-то из родственников мужа. Это был бы вообще идеальный вариант. Идеальный вариант для крестных. Ну, во-первых, это и примета хорошая, ну и потом всегда крестные и крестные будут всегда рядом с вами на всех праздниках. Потому что бывает, что покрестил ребенка и забыл, что крестный ребенок у вас, да, есть и все. Так нельзя. Крестные родители должны быть серьезными родителями. Ни в коем случае нельзя выбирать детей для крестных. Потому что когда человек не осознает, не понимает, что там, ну просто ему хочется, я хочу быть крестной или крестной, да, и родители, ну вот и хочет там ребенок, пусть будет крестным, да, подросток какой. Это неправильно. Крестные родители должны быть серьезные, зрелые, должны показывать, как правильно нужно жить. Естественно, это не должны быть и наркоманы, или алкаши, или какие-то несчастные там люди, которые побираются. Это даже не из-за того, что они не смогут богатых, дорогих подарков подарить крестнику, да. Хотя вот часто выбирают именно из богатых семей. Это вот испокон веков идет лучше всего крестного богатого, чтобы богатые подарки дарил. Но это не самое главное. Главное, чтобы это был духовный наставник. А духовный наставник, он должен показывать своей жизнью, как нужно жить, что нужно делать, чтобы нести добро в массы и в люди, понимаете. Вот таких людей, добропорядочных, нужно выбирать для крестника. И такие, которые не забывают про крестника, а которые постоянно поздравляют, звонят, узнают, как дела. Под словом поздравляют я не имею в виду какие-то дорогостоящие подарки. Но хотя бы элементарно там открытку прислать, или же там небольшой подарочек, игрушку, да, паровозик, если для мальчика, или там гуклу для девочки. Не важно. Но это должно быть знак внимания в обязательном порядке. А не так, что вы покрестили и исчезли. Это плохо для ребенка. Поэтому, дорогие мои родители, выбирайте правильных крестных. Про крестных я еще позже расскажу. Я вот поэтапно будем, да. Вот, допустим, вы выбрали крестных, хороших крестных. Вы знаете точно, что у них нет сексуальных связей, что они никогда не будут вместе, никогда не поженятся. Потому что это, еще раз повторяю, это плохо. Дальше. Крестины лучше всего проводить, как считается, на 8 день после рождения или на 40 день рождения. В принципе, крестятся абсолютно всегда, когда угодно. Но именно вот эти дни, они считаются самыми сильными. Когда дается самый сильный ангел-хранитель для ребенка, и ребенка будут защищать. Тем более, что до 40 дней ребенка никому не показывают. Как правило, есть еще такая примета, что пока ребенка не покрестили, в дом людей пускать нельзя. Пусть то теща или свекровь нельзя впускать до 40 дней, пока ребенок не покрещен. Никаких родственников, ни знакомых, ни соседей, ни лучших друзей, никого. Даже если просто приходят и говорят, да мы на кухне просто посидим, да мы там только. Нет, нельзя, ни в коем случае. Через порог переходит только мама, папа, все, ребенок, никого. Даже никаких нянечек не должно быть. Вот когда вы на 40 день, допустим, покрестили ребенка, тогда, конечно, уже вы после крестин возвращаетесь домой. Но об этом я расскажу чуть позже. Итак, вы 40 дней, допустим, выдержали, ну потому что все-таки 8 дней, я считаю, это слишком маленький ребенок. Хотя действительно крестят и на 8 день. 40 день прекрасный, день для того, чтобы покрестить вашего ребенка. Вы выбрали крестных, вы договорились с батюшкой, когда будут крестины и едете в церковь. Значит, смотрите, с батюшкой договаривайтесь лучше всего, лучше. Когда купель будет только для вашего ребенка. Потому что, знаете, как вот выстраивают, как в очередь, да, за крещением, что 5 человек, 10 бывает человек за один раз. И в одной купели все это проводится. Это неправильно. У каждого ребенка должна быть своя вода, своя купель. Поэтому, когда вы договариваетесь с батюшкой, заплатите ему за это денежку, чтобы это было отдельно все-таки. Ну, если не можете, значит, тогда еще есть один такой, знаете, поверье, что если вот девочка одна и много мальчишек, значит, женихов будет очень много. Если при крещении один мальчишка и куча девчонок, значит, невест будет очень много. Вот так вот говорили наши старые бабушки, дедушки. Но все-таки, еще раз возвращаясь к этому вопросу, заплатите лучше батюшке, чтобы назначить день крещения отдельно и купель, чтобы была одна. Дальше. Во время крещения, если ребенок заплакал, многие родители начинают переживать, дергаться. Ой, как же он заплакал! Или переставать там молиться, или что? Нет, это мысли от лукавого. Здесь ни в коем случае нельзя останавливать крещение. Батюшка как читал молитвы, пусть он так и читает. А это, кстати, очень хорошая примета. Вот когда ребенок начинает плакать, это значит, Господь Бог в этот момент меняет человеку жизнь к лучшему. Он дает ему ангела. И ребенок это остро чувствует. Он боится перемен, но это хорошо. И еще хорошее поверье говорят, если ребенок кричит и плачет во время крещения, значит, он будет сильным человеком, который сможет дать отпор в жизни своим ненавистным врагам. Поэтому это хорошая примета. Если он заплакал, не надо успокаивать, отвлекаться от процессии. Пусть процессия продолжается, просто стойте, держите ребенка. Значит, что насчет ребенка? На самой процессии может присутствовать крестный отец, крестная мать и отец ребенка. Мать не должна присутствовать при крещении. То есть, она где-то в предпанечке в начале, там в церкви есть место, когда все гости. И мать там ждет. То есть, на саму трапезу, на эту процессию мать не должна смотреть. Ну, хотя с разрешения батюшки можно пригласить, кто снимает видеосъемку. И потом мама прекрасно может посмотреть это все на камере. И все будет прекрасно. Хотя, вот я когда тоже крестила дочку, я помню, что крестная была моя сестра. И тогда, я помню, есть момент, когда зовут мать, батюшка берет ребенка в руки. Вот так ребенком крестит алтарь там или что, где иконы. И потом передает в руки матери. Вот этот момент я точно помню хорошо, когда зовется мать. Вот таким вот образом. Потом я ее уже держала, когда окончание было. Это я тоже помню хорошо. Еще основным моментом насчет крестных я забыла сказать. Крестная не должна быть в критические дни, да, когда у нее идут месячные. Ни в коем случае она не должна быть крестной. Потому что, вот, кстати, во время венчания тоже дружка не должна быть с месячными. Иначе, вот, на жизнь молодых, и в данном случае при крещении, значит, на ребенка вот эта вся грязь, все это порченные дела могут легко прилипаться. Это плохо. И еще, крестная не должна быть беременной. Ни в коем случае. Потому что, как правило, случаются несчастья. Потом она ребенка теряет. Почему? Потому что, когда она становится крестной матерью для ребенка, которого крестит, она как бы отдает материст по-другому, понимаете? И отдает ангела-хранителя, которого она носит под грудью, ребеночка, отдает его тому ребенку, которого крестит. Бывает, что ребенок рождается больным у нее потом. Или вообще рождается мертворожденный ребенок в выкидыше. Все, что угодно может быть. И такое впечатление, что вот того, кого крестят ребенка, он перетягивает на себя счастье. Того, который в утробе сидит. Поэтому крестная мать не должна быть беременной во избежание несчастных случаев именно с ее ребенком. Вот это вы тоже должны запомнить. Какое имя выбрать ребенку? Имя вы можете выбрать абсолютно любое для крещения. Существует тоже такое поверье, что нужно выбирать другое имя. Ну, например, зовут Александр, да? А покрестить Иваном. Иоанн какой-нибудь, да? Там имя Михаил или еще что-то. Раньше вообще крестили в церквях. Ближайшее какое имя было? Это святого. Вот таким именем мы крестили. Сейчас, в принципе, вы вправе сами выбрать имя. Вы можете такое же, если Александр, да, зовут, то можно Александр там, да, назвать. Но можно и другое имя придумать. Для чего это делалось раньше, испокон веков? Крестильное имя никому никогда не говорили. Для того, чтобы навести порчу, нужно знать именно имя при крещении данное. Но если мать, отец и крестные родители не говорят это имя никому, и ребенок молчит, никому не рассказывает, то на такого человека очень сложно навести порчу. Поэтому тут вы тоже думаете, разницы нет. Пусть даже если покрестят таким же именем, но вы все равно не говорите это имя. Не говорите под любым предлогом. Ну, покрестили и покрестили. Как покрестили, какая разница? Какая разница? Не скажу все, секрет, тайна. Даже можете своим мамам, да, бабушкам никому не рассказывайте это. Потому что бывает, что и мамы, и бабушки где-то допроговорятся. Не нужно никому рассказывать это имя. Значит, дальше. Очень плохая примета. Даже тут не примета, а тут знающие женщины, старушки, бабушки, которые еще хотят продлить свою жизнь, они приходят на крещение ребенка. Даже служительницы церкви, они знают эту примету. И чтобы вот украсть годки, годочки у ребенка, они еще, когда даже не закончилась процессия, или уже практически закончилась, все начинают как бы собираться, они начинают мыть полы. Вот полы вас вот как обмывают, и у ребенка года забирают. Если вы увидели, что стоит там вот ведро, готовятся мыть, или откажитесь от этой процессии, да, перенесите на другое время. Хотя, вот я вам сразу не сказала, что переносить крещение – это плохая дурная примета. Если вы договорились на определенную дату, нужно идти именно на эту дату. Потому что вдруг что-то не так, вдруг там у крестной критические дни, и все остальное, значит, Бог ее отводит. Значит, не нужна она для крещения, не должна она быть крестной. И, значит, другую надо найти срочно, понимаете? Но крещение откладывать нельзя. Да, и вот еще насчет крестной я… Вот еще самое главное, если у крестной был аборт хоть один, или там выкидыш, мертворожденный ребенок, или там внематочная беременность, но в основном смотрят аборт, вот именно аборт. Ребят, нельзя. Вот узнаете у нее точно, если чистая девочка, чистая женщина, пусть даже она живет половой жизнью, но она не убивала детей, она может быть крестной. Иначе нельзя. Беда, беда. Нельзя. Значит, переносить нельзя. Обмывать вокруг вас полы нельзя. Это страшная порча, наведенная у ребенка, забирают несколько лет жизни. И это знают эти старушки, бабушки, они специально узнают, когда будет крещение, и они приходят, чтобы помыть полы. Вот пока вы с церкви не вышли, не разрешайте мыть полы, пока вот идет процедура, понимаете? Ну, я не думаю, что вот батюшка читает молитвы, и тут же бабушка начинает мыть. Ну, уж до такой степени я не думаю, что такое возможно. Хотя, кто его знает, да? Но вот если вы увидели это ведро тряпку, вы сразу предупредите, ни в коем случае не мыть, сейчас пока идет процессия. Как хотите, это объясните. Скажите, что сейчас мы будем видео снимать, и нам не нужна тут женщина с тряпкой, или лишние звуки посторонние. Все что угодно. Хоть пойдите это вылейте в ведро там, и сами там скажите родственникам, пусть они его стерегут, или смотрят за бабушками. Что хотите, сделайте. Но этого допустить нельзя. Вот просто запомните. Следующая примета, хорошая примета, когда вы выходите из церкви, присядьте во дворе церкви, всегда есть какие-то лавочки, нужно присесть с ребенком. Присесть с ребенком, держат его крестные, естественно. И очень хорошая примета, надо посмотреть по сторонам, да, нет ли никого в округе, чтобы никто не видел, что вы делаете. И обычно ребенка передают через забор. Матери, отцу, неважно, или крестный, крестному, здесь вот определенного такого нет. Но ребенка надо передать через забор, а не вынести через ворота церкви. Почему? Потому что это сильная, сильнейшая защита. Такая защита, вот если вы это сделаете, ну, конечно, если забор огромный, или там какие-то колышки ставят, не вздумайте этого делать, во избежание каких-то трагедий. Понимаете, когда ребенка можно поранить, или убить, или еще что-нибудь, или там, не дай бог, перекидывать ребенка, чтобы он упал, этого, конечно, не делайте, ни в коем случае. Ну, если заборчик небольшой, церквушки, если это возможно так передать через забор, да, или вы найдете какие-то густые небольшие, или что-то, вполне можете воспользоваться вот этим советом. Это старинный, старинный такой обряд. Я не знаю, найдете, может, вы и в интернете этого не найдете, но это очень хорошая защита на ребенке. Дальше. Мы идем домой. Конечно же, тут мы уже устраиваем праздник. Ребенка можно положить в отдельную комнату, чтобы ему было комфортно. Ни в коем случае, если у вас однокомнатная квартира, в одной комнате ребенка положили и праздник тут же. Нет, тогда на кухню выйдете или куда-то. Но праздновать нужно обязательно. Потому что вот после крещения, вот какой вы стол накроете, и сколько вкусняшек разных будет, вот так сложится жизнь вашего ребенка. Но до стола мы еще дойдем, прежде чем мы приходим домой. Вот вы едете. Сначала ребенка через забор передали, потом вы приехали домой. После обряда нельзя ходить ни по гостям, ни по магазинам, никуда. Вы должны прямиком из церкви идти ехать домой. Никому никаких не отдавать денежки там, если нищие сидят. Вы уже благо получили в церкви. Об этом я рассказываю отдельно. У меня есть видео про церковь. Посмотрите, кто еще не посмотрел, плейлист «Советы от Светы», и там вы посмотрите видео про церковь. Я рассказываю, что можно, что нельзя делать в церкви. Так вот, если вы еще туда идете, вы можете раздавать милостыню, но не деньги, ни в коем случае, а продукты, хлеб, булки, яблоки, конфеты, хоть сосиски, понимаете, но не деньги из рук в руки, потому что при крещении там можно понатворить такие дела, не приведи Господь. А особенно, когда вы выходите из церкви, никогда никому нельзя давать милостыню. Это уже ваше добро. Вы получили благо, и вы несете его домой. Итак, когда вы доезжаете до дома, здесь нужно особенным образом все сделать. В первую очередь заходит мать, ступает порог, берет, ну, раньше говорили шкурку, надо взять шкуру, любую там овечью, еще какую-то, ну, шкуру, вот шкуру, положить в доме около порога, то есть улица, порог и в доме шкуру, и положить разные украшения, какие есть у матери, там золотые серьги, браслеты, все, что есть. Ну, как я делала, я вот делюсь личным опытом. У меня шкурки, как таковой, не было, но у меня была дубленка, прям в пол, как у сторожа, знаете, с капюшоном такая, огромная, тяжелая дубленка. Я ее просто вывернула, и высыпала вот все, что у меня в шкатулках, в ларцах мои были, все драгоценности, все, сережки, цепочки, браслетики, все, золото, серебро, денюжки, какие монеты, я засыпала эту дубленку просто. Крестная должна взять в руки ребенка и через порог передать матери вот на вот эту вот шкурку, да, с драгоценностями, какие есть. Это уже закладывается богатое будущее, финансовая обеспеченность ребенка, понимаете? И вот я помню, я все прибежала, сделала и ждала свою дочку, чтобы она была вся в богатстве, вся в деньгах у меня. Я понимаю, что многие сейчас скажут, что это не главное. Да почему не главное? Деньги это самые сильные грекоры, и все мы хотим, чтобы наши дети жили в достатке. Тем более, что дети наше будущее, чем больше мы в них вложим, потом мы будем это все, мы инвестируем в детей, потом уже будем с них получать. Это наша пенсия, можно сказать. Потому что на государство, ну, рассчитывать на пенсию, сами понимаете, ну, так, немножко отвлеклись. Итак, возвращаемся. Значит, вот вы принимаете, мать принимает ребенка на эту шкуру с драгоценностями, со всеми, вот все, что у вас хотите, шубу киньте. Вот самое главное, мех и драгоценности, это все. И ребенка вы через порог берете. Все, ребенок считайте обеспеченное, у него будущее будет 100%. Потом, конечно, вы можете отнести ребенка в постельку, положить его, закрыть в своей комнатке, чтобы не мешать. И тут застолье. Значит, застолье – это отдельный разговор. Накрыт стол должен ломиться просто, явства должны быть разные всякие. Я не говорю, что их должно быть слишком много. Пусть по чуть-чуть, но всего должно быть. Это, опять-таки, чтобы радость и счастье было, беззаботное какое-то вот существование, жизнь вашего ребенка. Еще на столе, конечно, должен быть обязательно пирог с мясом. Вот это обязательное блюдо, чтобы сытая и хорошая жизнь была у вашего ребенка. И ни в коем случае вы не делаете блины. Блины делают напоминки. На крещение блинов не должно быть. Даже если хоть кто-то из вас любит блины, не категорически запрещается. А это главное условие. Что касается выпивки, конечно, тут можно выпить и повеселиться, но не все. Крестное и крестный в этот день не пьют. Вот как хотите, нельзя. А знаете, чем это грозит, если крестное или крестное пьют в этот день крещения, тогда ребенок будет алкоголиком. Да, он будет действительно или пьянчушкой, или алкоголик. И все эти деньги, которые даже вы на шкурку клали, да, его, он все просто вот, просто раскидает, пропьет, и все, их не будет у него, понимаете. Поэтому, вот, ищите таких крестных, которые прислушиваются ко всем этим приметам, не смеются, не хохочут, а правильной достойно себя ведут. Я думаю, что вот эти вот советы и рекомендации вам были полезны. Это не так сложно запомнить. Это вот то, что конкретно знаю я, понимаете. В интернете, да, я многое что читала, с чем-то я не согласна. И я не хочу даже говорить, с чем я не согласна. Да, вот еще наверняка появится вопрос. Кто должен покупать крестик? Я об этом раньше говорила. Крестик ребенку покупают крестные, или сам потом ребенок вырастет, станет взрослым человеком, и он может себе купить крестик. Но ни мама, ни папа, ни бабушки, ни дедушки, ни мужья, ни жены, никто не имеет права крест дарить ребенку. И это просто категорически запрещается. Категорически. Значит, почему я говорю крестные? Потому что раньше было заведено, значит, крестный покупает золотой крестик, да, или цепочку. Ну, цепочку хочет, покупает, хочет. Нет, ну, крестик, да. Смотря финансово обеспеченный крестный или нет. И крестные покупают одежду, конвертики и все остальное. Раньше это так было. Но сейчас обычно они договариваются, могут вместе купить и пополам сумму поделить, допустим. Это не должно касаться родителей. Это должны все сделать сами крестные. Вот. Потом еще вопрос. Да, еще вот крестик. Многие считают, что не нужно покупать первый крестик золотой, а нужно купить серебряный. Якобы это чистый, а вот чистый металл, а золото это... Я так не считаю. Абсолютно я так не считаю. Какой крестик вы посчитаете купить, вот такой покупайте. Чем лучше, тем будет богаче и лучше жизнь. Я считаю так. Но если вы хотите именно серебряный, да ради бога, покупайте серебряный. Тут спору нет. Вот. Значит, единственное, что когда вы подбираете крестных, естественно, вы должны это все обговорить. Это не должно так. Ну, крестные сами должны знать, что купить. А может, крестные никогда не крестили никого. Они вообще не знают, что делать. Понимаете? А им, может быть, их надо разжевать в рот положить. Что это вы должны делать. Понимаете? Что касается предложения быть крестными и отказ или не отказ. Отказываться или не отказываться. Вообще это страшно, когда отказываются становиться крестными. Допустим, кого-то просишь, будь крестным, ребенку моему. А он говорит, нет, нет, нет. Он представляет, что надо покупать этот крестик золотой, тратиться потом подарки. Не хочет. Это грех. Этого делать нельзя. Но здесь еще я считаю, что упущение самих родителей. Прежде чем вот такое предложение нести, во-первых, они должны посмотреть, кто готов стать крестным родителем. Пообщаться. Но только не говорить вот так напрямую. А ты будешь крестным? Ты согласен или нет? Вот этих слов нельзя говорить. Но можно спросить, ну а как бы ты бы отнесся к тому, если бы ты стал крестным? Ты бы хотел, не хотел? Вот таким образом надо разведку производить. А в лоб нельзя сразу говорить. И когда вы видите, что по разговору человек готов, говорит, я бы счастлив был, я бы с радостью, был бы крестным твоему ребенку, то тогда вы понимаете, человек готов, и вы говорите, ну тогда будешь, если наши желания совпадают, значит, ты будешь крестным ребенку. То есть понимаете, вот таким вот образом, потому что если вы напрямую подбежали, сказали, ты будешь моим крестным, тот говорит, нет, тот, нет, нет. Они, во-первых, грешат. Это для ребенка вашего плохо. Понимаете? Вот эти вот моменты обговаривайте. И прежде чем предлагать стать крестным или крестным, когда вы предлагаете, да, говорите, а может быть ты бы хотел, да, или хотела стать крестным? Когда говорят, да, вы сразу говорите, это большая ответственность, и мне бы тоже хотелось, чтобы там, допустим, ты присматривал, но это вот нужно и крестик купить заранее, там эти все вещи, подготовить и каждые праздники быть, и наставником, и рассказывать, какая жизнь. То есть вы, родители, должны объяснить крестному будущему, что входит в его обязанности. Потому что просто так стать для галочки крестным, это ничего, это не стоит. Потому что вдруг что-то случится с родителями, ну не дай бог, конечно, но все-таки для чего нужны крестные родители? Чтобы они духовными наставниками стали. Если с родителями что-то случается, то берут тогда крестные родители дальше на воспитание ребенка. А такое, когда крестный записался и исчез, ищи там, свещи ветра в поле, как говорится, такой крестный не подойдет, и крестная тоже такая не подойдет. В общем-то, практически все я вам рассказала по этому поводу, да, но если вдруг какие-то вопросы у вас остаются, потому что, возможно, где-то что-то я упустила, может быть, я еще что-то и знаю, но сейчас, вы видите, я никогда не готовлюсь, я никогда записи не делаю. Почему? Потому что я считаю, вот сейчас я записываю видео, и то, что я должна сейчас сказать, я это скажу. А, значит, оставшиеся вопросы я вам отвечу сегодня вечером в 21.00 на стриме. Поэтому записывайте свои вопросики, и до вечера, мы с вами встречаемся в 21.00 по московскому времени, у меня на канале, и будем разговаривать о таком приятном празднике, как крещение вашего ребеночка. Я вас всех очень-очень-очень люблю, дорогие мои друзья, и желаю всем без исключения, конечно, испытать вот это вот чувство материнства и отцовства, это сказочное чувство, я просто передать вам не могу, какое это сказочное чувство. И, конечно, я вам всем желаю быть хоть раз крестными отцами и матерями. И вот я сейчас вспомнила еще одну примету, кстати, вот хорошо, что я ее вспомнила. Смотрите, крестная женщина, она должна в своей жизни первого крестить мальчика, чтобы у нее сложилась жизнь, иначе у нее не будет пары. А мужчина первую должен крестить девочку, тогда у него все будет хорошо в личной жизни. Даже если они не замужние, или даже если они замужние или женаты, уже в браке живут, и первое это крещение, запомните, первое крещение, противоположность полов. Мужчина крестит девочку, женщина крестит мальчика. Вот это вы тоже запомните. Дорогие мои друзья, желаю вам всем без исключения здоровья, счастья, финансового благополучия, огромной неземной любви, взаимной любви и всего самого наилучшего в мире. И, конечно, верьте в мечту, верьте, и она обязательно исполнится. Все, любимки мои, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok